Ребята, вот такой у нас семейный вечер с Барнюшечкой у телевизора. Папа сериальчик смотрит. И Барнюшечка тоже подглядывает, ему даже нравится. Я даже удивляюсь, что папа его так долго держит, на ручках не сгоняет. А он довольно счастливый. Головочку положил. Папа наш сериал смотрит. Каждый раз приходит с работы, ему очень нравится. Не разрешил мне звук выключать. Но мне пришлось озвучку делать, потому что там была музыка. И вот так вот, Барнюшечка, на ручках папы. Довольна, счастлива. Я себе чаек сделала, попиваю, потому что, знаете, да, что я немножечко прибавлела. Не даже не немножечко, а конкретненько так. Телевизор громко идет, поэтому я отключила, делаю озвучку. Там и музыка, там и громкость такая. Погуляла, сходила с ним, еще хуже мне стало. Хотя на улице тепло, но вот видите, когда болеешь. Мы покушали, он хлебушек еще остался. У нас сегодня ужин был такой семейный. Так что, такие вот, ребятки, дела. Не знаю, как завтра будет. Надо бы к врачу пойти, но завтра буду утром звонить. Вечером уже не пойдет. Муж мне лекарства принес, буду лекарства пить. А утром уже посмотрю, хуже будет, буду врачу звонить. Тут у нас тоже просто так не пойдешь. Если подозрение на корону нельзя, надо сначала тест сделать, а потом уже идти. Если вдруг что-то, из дома вообще выходить нельзя. Барнюшечка счастливый. Прям смотрю на него, такой довольный. Телевизор посматривает. Ему тоже интересно, что же там такое происходит. Мало, конечно, хорошего болезни. Это ничего хорошего. Вот на ручках у папы. И так, и так, и так. Ой, ты, господи, не знает, как лечь ему. Довольный, довольный. Что его не прогоняют. Ой, что там такое? Видали телевизор? Скажи, барнюшка, я даже и телевизор уже смотрю. И на ручках сижу. Так хорошо сижу. Так нравится. Прошу прощения за мой голос. Вот так вот, ребята. Вот так вот бывает, да? Хорошо, хорошо, как говорится, черная полоса пошла у меня в жизни. Черная полоса. Ну, после черной и белая будет. Я думаю, будет все хорошо. Все нормализуется. Все наладится. Кашку барнюшечка не докушал. Мясо повыбирал. Маленький мой. Ребеночек. С папочкой. Вот, какой счастливенький. Так на него приятно смотреть. А с кошками тишина, тихо. Они там не возмущаются. Иногда кто-нибудь так это. Ну, и мы туда заходим постоянно. Я с ними там посижу немножечко. О, я не знаю. Я боюсь, сейчас раскашляюсь. У меня в горле все чешется. Прошу прощения, ребята. Такой зуд в горле, вы не поверите. Прям чешется все. Хочется кашлять и кашлять. Ой, извините. Я уже быстрее бы доснять бы это все. Иначе сейчас раскашляюсь уже, боюсь. Так вот. А кашлять очень больно. Такое чувство, что в горле у меня там стекло какое-то раздавленное. Колит все. С такой болью. Ой, аж невозможно. Такие вот дела, ребята. Время где-то часов восемь, по-моему. В груди, знаете, все. Аж болит. Кашля такового самого нету. А вот начало только. Ой, ужас какой. Аж лёзы попешали. Вот так вот. Смотрите, как друг на друга смотрят. Влюблёнными взглядами. Мне так интересно было вчера наблюдать за барьей. Этот на того, этот на того. Ой, господи. Смешно, да? Наблюдать. Горнюшечка. Такой. Любуется папой. Папа любуется. Позы меняет. Мама то так снимает, то так снимает. Так вот. Вот он, ребёночек. Чего мой сладкий такой? Пирожочек. Булочка. Кринделёчек маленький. Обожаемый, обожаемый. Паша любит, и я люблю. Я вижу, как он его любит. Действительно любит. Я себе чаёк сделала. С лимоном и с малиной. Сейчас буду пить. И мёда туда тоже наложила. С мёдом тоже хорошо. Ребята, скорее бы сейчас закончилось. Я уже терплю эту озвучку. Но не могу. Мне надо срочно сейчас попить что-нибудь. Это у меня лекарство купил. Вчера. Это со вчерашнего вечера. Я показываю. Сейчас дальше будет сегодняшнее утро. Папа смотрит на сайт. Зашёл, смотрит что-то там, не знаю. Интересуется чем-то, не знаю. Такой у нас вечер. Семейный. Парнюшечка отдыхать пошёл. Свою лежаночку. Скоро с папой опять гулять пойдёт. Парнюшенька, иди на место ложись. Ребята, всем привет. Я болею капитально. Пластом лежу. Парнюшечка, иди на место ложись. Ребята, всем привет. Я болею капитально. Пластом лежу. Барнюшка возле меня. Пытается ко мне залезть. Я говорю, барнюшеньке, не надо, мама болеет. Я уж снимать себя сегодня, ребят, не буду. Я такая вся. Ну, сами понимаете, когда человек болеет. Не хочу снимать. Зачем меня видеть больной? Это даже ненормально. Да, барнюшка, ненормально. Вчера тоже муж заехал в аптеку, лекарства мне купил. А что толку лекарства? Напилась, а толку нет никакого. Перпарацитамол мучу пила, потому что температура была. Ну, ничего, ничего. Как-нибудь. Без бы короны не было. Плохо будет тогда. Да, барня? Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Стульчик надо чистить, видите, че? От барнюшечки. Смотрите, как он сидит. Лапочки. Эй-ть-ть-ть-ть, он на жопочке. Знаете, кашлять больно. Хочется что-то кашлять. Пойду сейчас тебе чуйку сделаю, попью. Ты с папой гулял, да, барнюш? Все-таки как бы ни было, ребят, я вам скажу. Как бы ни было, все равно, видите, он и пошел на работу, взял отпуск, чтобы быть со мной, понимаете. Все-таки я ей был благодарна за это. Спасибо, что... Потому что барнюшку все равно не могу на улицу. Вчера вот я все-таки ходила на улицу, было мне плохо. Но я ее и после обеда пошла. Погуляла с ним и пришла, и вообще никакая слегла опять. И никакая была. Вот так, закрутился, завертелся. Спи, давай, спи. На кроватках не хочет на своих спать. Вон они две кроватки. Муж поехал тесты покупать. Говорит, пока тесты мы не купим, не проверимся. Я именно. Нельзя будет никуда выходить. И к врачу нельзя идти. Позвонили врачу. Врач сказал, ни в коем случае. И тесты все равно надо покупать за свой счет или идти сдавать. Тоже деньги платить. У нас сейчас все платное. Даже если я привилась, представляете. Вообще-то сделали для тех, кто прививки, кто не тесты платные, кто не привитые. А теперь и непривитые плотят, и привитые плотят. Представляете. В общем, вот такие вот дела. У меня вообще, я уже через силу тут у меня одеялка. В общем, лежу под одеялком. Почему так мне плохо? Температура сегодня всю ночь была высокая. Вот, Борюшечка, со мной тут рядышком спал. Тут же вот его кроваточка. И вот тут рядышком с мамочкой на стульчике, да, Борюшка? Хочет на кровать залезть, я ему не разрешаю. Говорит, ты уже полежала, стулы все остелись. Ну, ничего страшного. Да, Борюша? Самое главное, чтобы с дорогой быть. Ребята, ужасно болит горло. Я не могу. Я сегодня сплю, вот у меня аж бежит из носа все. И у меня тут вот куча всяких, сейчас вам покажу, всяких капель. Вы видите, что лекарства, я чего только деду. Лечусь. И таблетки. В общем, сказал врач, пока ничего не пить, пока мы не узнаем, что у меня. И если вдруг на корону покажет тест, вот сейчас сделаю, то тогда надо будет в центр звонить, говорить. И я не знаю, как дальше будет. Какое лечение или что. Ну, дай Бог, чтобы ничего не было. Я болю, Бога. Я не хочу. Я не хочу. Дай Бог. В груди аж все болит. Я кашлять не могу. А хочется кашлять, так знаете. Ой, я глотаю, как больно. Это аж у меня уши все прокалывается. Ну, короче, вот так вот разболелась. Такие вот, ребятки, дела. Вчера получше было, сегодня еще хуже стало. Вчера засняла, как Барнюша с папой телевизор смотрел, сидел на ручках у папы, да. Барни возле мамы лежит. Ой, ребят, я говорить даже не могу. У меня все заложено. Мой муж сегодня не пошел на работу. Надо было с Барни на улицу выходить. У меня вчера высокая температура была. Гулять с ним тоже надо. И он сегодня взял отпуск на сегодняшний день, чтобы пойти с Барни погулять. Я кричать не могу, потому что горло у меня сильно болит. Знаете, все горло заложило. И нос, и температура. Всю ночь сегодня опять не спала. Ой, извините, что телефон шатал. Барнюшечка возле меня. Вот так вот на стульчике. Ой, у нас стульчике шерсть какая от Барнюшки. Смотрите, надо будет почистить. Да, Барнюш, мама болеет, да. Не могла я сегодня с тобой гулять идти. Что делать, Барнюшенька? Что делать? Лечиться надо. Я, ребят, не знаю, что у меня. Мой муж поехал. Поехал тест купить. Вы знаете, позвонили врачу своему. Они тоже сказали, нужно тест обязательно. Врачу не надо приходить. Пока не протестирую, не знаю, что у меня. Представляете? И он говорит, я поеду сейчас тест куплю. Я сейчас себе чаечек быстренько сделаю. Итог скипел. У меня есть свежая малина замороженная. Я сейчас вот так, наверное, может, даже два бросить. Нет, я вот этот чай взяла. Говорят, очень тоже помогает. Посмотрим, да. Хотя я не очень как-то его люблю. Посмотрим. А с лимончик тоже можно будет. Я уже все лимоны поела. Мед доедаю. Ничего страшного, да. Я говорить не могу вообще, ребята. Вообще не могу говорить. Аж больно все. Знаете, вся носоглудка воспалилась. И как будто там все вот опухло. И вверху, и все. И вот шея вот здесь. Вот я вот в шарфе закупана нахожу. Такое чувство, что у меня там все. Не знаю. Такого еще у меня не было. Первый раз, так. Вот такая у меня малина. Замороженная. Так я. Светим. Чайка. Чайка. Ее свежий. С малиной. Пускай он не кипяток, но он так остынет немножечко. Будет надмойным. Классно. Свежая малинка. Пусть я кипяток тоже не могу пить. Я теплый чай люблю пить. Ребята, я вообще говорить не могу. Хочу ее немножко добавить. Все, пару ягод. Так, все. Пускай. Ну, можно, в принципе. Можно. Она думает, что у нас здесь малину нет. Вот такой чайочек у меня сейчас будет пускай немножечко постоит. Вот так вот. Я же боюсь, прям честно. Сейчас уберу все. Очень вкусный чай. Очень вкусный такой. С малинкой. Я потом вот эти вот чай. Это такие таблеточки. Цинк, витаминция. Вот эти вот тоже сосательные. Я их уже третий день сосу. Уже от горла. Ну, нифига они не помогают мне. Хотя они очень хорошие. Вот. Я эти вот вчера несколько штучек скушала. Сейчас чаю купею, буду еще на них тоже скушаю пару штучек. Вкусный такой приятный малиновый такой чай. Вот, ребята, муж мне купил тесты вот эти. Сейчас будем делать. Я себя показывать не буду. Я не в форме такая вся. Тут сколько, Паш, штук? 15 минут ждать надо. Тут один тест. Да. Один, да. Ну, ладно. Я шесть таких купил. Шесть штук. Упаковок один, шесть аптеки. А это где, в аптеке ты купил? В аптеке не было. А где это? В Эдеке. В Эдеке. Ну, не хоть точные, нет? Ну, конечно. Да? Так бы их не допустили бы. Да? Ну, ладно, сейчас попробуем сделать. А в аптеке, в аптеке сделать тест. Стоит 15 евро. Угу. Ну, больной сейчас... Там тебе напишут сертификат. Да, да, да. Паш, ну, больной сейчас тоже ехать куда-то. Если уже сейчас этот покажет, ну, я молю Богу, чтобы тебе показал. Я эти хочу. Не дай Бог. Не дай Бог. Такой тест. Сколько он стоит? 1,65. Ну, это еще пойдет. Ну, просто, что дешево. Мне казалось, что это, как бы, такой... Не очень, может быть, качественный. Не знаю. Ладно. Какие качественные? Качественные. Качественные. Здесь он есть. Ну, я слышала, что 20 евро, когда он идет. Это когда ты сертификатом. Да? Да. Надеюсь, сам для себя, если это... Валеешь или не валеешь? Да. Сейчас посмотрим, 15 минут подождем. И вам покажу сразу, что у меня будет. Вам тоже будет интересно. Мне самой интересно. И дай Бог, конечно. И дай Бог.